Всем привет! Меня зовут Алена. Я очень рада вас видеть на своем канале. Продолжаются мои апрельские старты. Сегодня время показать вам мой второй процесс. Это будет работа из журнала Крустича Мидлворк. Это моя коллекция старых журналов апреля 1998 года. Пасхальный номер и работа у меня тоже будет пасхальная. Давайте материалы немножко подвину. И посмотрите, какой потрясающий дизайн я здесь нашла. В предыдущем номере у меня его не было, я его нигде не смогла найти, но я подозреваю, что в предыдущем номере этого журнала был анонсирован конкурс на лучший дизайн такого пасхального яйца. И здесь представлены три финалиста, три победителя. Яйцо вот такой сэмплер, яйцо с тюльпанами. И здесь еще есть вот такая работа. Но я думаю, что вы уже догадались. Меня, конечно же, очень привлекло именно вот это яйцо сэмплер. Потрясающая работа. Это получается из серии, как это, белая вышивка по белому. Единственное, что здесь используется не чисто белый цвет, а цвет икрю. Бесподобная работа. Просто девушка, которая это придумала, она молодец. То есть я поняла, это не профессиональный дизайнер, а это кто-то вот из вышивальщиц придумывал. Очень здорово. Большое разнообразие стежков. Есть и бисер, и обычный крестик, и всевозможные стежки. И есть даже вот здесь элемент мережка, если я правильно его называю. Безумно красиво, хотя он меня, честно говоря, немножко страшит. Работа, казалось бы, не очень большая. Сейчас я немножко освобожу, подвину себе журнал, а то не совсем вижу. Да, работа не очень большая, но мне кажется, достаточно кропотливая. И знаете, какой момент? Обычно я вышиваю все снизу вверх, но подавляющее большинство своих работ. Эту работу рекомендуют вышивать сверху вниз. Но я безумно боюсь вот за этот элемент в центре, потому что нужно будет резать основу. Да, я давно мечтала освоить хардангер, но именно вот этот сам факт того, что что-то нужно отрезать, я очень боюсь, что это будет не то. Я боюсь, что могу здесь как-то работу испортить. Поэтому, скорее всего, ну, прям, не знаю, с вероятностью 90% я буду начинать из центра, именно с этого элемента. То есть я отсчитаю, посмотрю, вышью. Даже если я вдруг напортачу, будет не так жалко, не так обидно взять новый кусок ткани и начать все заново, нежели вышить уже, допустим, весь вверх или вот этот нижний ряд и потом натворить какую-то там ошибку. Вот, значит, давайте теперь к материалам. Как я уже сказала, это получается белым по белому, но вариант икрю. Здесь используются три ниточки. Это все цвета икрю, то есть обычная, обычная мулине и перле в двух размерах 12,8. То есть просто разной толщины нитка и два цвета бисера. Это все я выбирала цвета по ключу. Тот, который покрупнее, который идет как сердцевинки у цветов. Посмотрите, такой красивый белый перламутровый, 0,3, 0,21. И тот бисер, из которого сами уже лепесточки. У нас вот 40, 123. Это аппетит. Такой маленький-маленький. Вот, и в качестве основы, значит, я здесь решила пойти немножко по-другому. Значит, что нам рекомендуется, я сейчас найду. Вот, 36-й каунт, цвет айвори, лен. Мне кажется, из моего опыта, я, конечно, не так много вышивала шовчиковых работ. Но, тем не менее, мне кажется, что 36-й каунт, он как-то маловат, тесноват для стежочков. Особенно с учетом того, что здесь более толстые нитки будут использоваться, нежели классические мулине. И даже 32-й каунт, на котором я вышивала на свой блэкворк, мне временами казался, что он как-то мелковато. Вот чуть-чуть хочется посвободнее, чтобы было ниточком посвободнее, чтобы ложились стежки. И я приняла решение, что я буду вышивать эту работу на 27-м каунте. И не на лне, а на хлопковой равномерке. То есть, это линда. Мне кажется, что здесь, ну не знаю, почему-то вот нет у меня желания, чтобы обязательно был лен. Мне кажется, что стежки лучше укладывать именно на более равномерной ткани. Хлопковая равномерка, там одинаковые однородные ниточки, нет никакого перекоса, как может быть в лине. И да, безусловно, лен красив. Иногда эту фактуру очень хочется показать. Это потрясающе выглядит в работах. Но почему-то здесь, не знаю, мне хочется, чтобы основной акцент был на самих стежках. И в моем предположении, мне, вот еще раз скажу, кажется, что лучше они лежат на вот простой такой равномерной основе. Поэтому решила взять линду. Мне не нужно соблюдать обязательно маленький размер. Я буду несколько по-другому оформлять. Это, конечно же, будет пасхальное оформление. Но у меня есть задумка. Не буду сейчас про нее говорить. Просто не хочется пообещать, а потом вдруг не получится, а вы что-то будете ждать уже. Ну, просто не буду. Когда оформлю, все получится, и вы это обязательно, конечно же, увидите. Поэтому, да, за размером мне следить не нужно. Здесь, сейчас я посмотрю, где-то он был указан, сколько у нас получается. Да, 57 на 46 стежков. То есть работа небольшая. Но у меня, с учетом увеличенного каунта, она будет несколько побольше. Безусловно, интересно. Страшно немножко. Да, основу я взяла 101 цвет. То есть это антик-вайт. Ну, что ж, вперед. Самое правдное, очень боязно вот этот, делать этот центральный элемент. Я думаю, что я вам покажу. Вот следующая съемка будет как раз, когда он у меня получится. Да, все, пошла отмерять нужный кусочек канвы, обрабатывать, утюжить, заправлять. Вышивать буду на пяльцах, работа небольшая. Рама здесь не нужна. Так что все, поехали. Итак, мои первые продвижения по этой работе. Ну, сначала немножко об организации. Вот как сижу, вышивая за столом, так сразу взяла и стала снимать. Отрезала кусочек ткани, обработаю уже потом. После того, как вышью, заправила в пяльцах от гаммы. Это такая рамка пяльца с резиновыми вставками. Я перестала ими пользоваться. Как-то я больше сейчас люблю деревянные пяльцы. Но просто все остальные заняты. Не хотелось никакую работу доставать. Поэтому взяла вот те, которые свободны. Они диаметром 15 сантиметров. А моя работа получится где-то 9 на 10, 9 на 11. Примерно так. Ну и что касается остальной организации. Вот на столе передо мной журнал. И, собственно, все материалы. Ножнички, нити, вдеватель, нитки, мусорничка. Все здесь. Больше ничего не нужно. Ну и там на ноутбуке видео. Вот в данный момент от Елены Ветровой. Обросматриваю те, которые пропустила и вовремя не посмотрела. Так, это что касается организации. А теперь давайте же вот так посмотрим поближе. Да, освещение искусственное, но вот под лампочкой. Но, тем не менее, мне кажется, все хорошо достаточно видно. Итак, как и собиралась. Я все-таки отсчитала нужные мне там клеточки. И начала с самого опасного элемента. С этой самой мережки. Все вроде бы получилось. Но как получился, пока первый этап. Значит, я вышла сначала с левой стороны вот здесь вот сатиновые стежки. Потом я перешла... Давайте ножнички. Перешла вот здесь на вот этот болгарский крест по одной простой причине. Я очень боялась просчитаться. Я не люблю вообще считать куда-то далеко. А тут, по-моему, сколько тут? Тридцать, практически сорок клеточек от одного края до другого. Я просто боялась, что я что-нибудь не то отсчитаю. Не там начну вышивать вторую часть. Поэтому прошла сверху сначала вот этот ряд. Выполнила кресты. К тому же, очень удобно выполняется той же ниткой. Это перле восьмерка. И уже когда вот здесь завершила с правой стороны ряд, уже точно знала, что не ошибусь. И спустилась. Выполнила эти гладивые стежки с правой стороны. И потом уже взялась за ножницы. Стала отрезать нитки. Во-первых, что я вам хочу сказать по поводу каунта. Мне очень нравится. Давайте, насколько тут четкость будет позволять. Я попробую поближе. Мне очень нравится, как на 27 каунте лежит эта ниточка. Вот здесь все ровненько. Ничто друг на друга не залезает. Прям гладенько-гладенько. Вот эти крестики очень красивые. Мне, честно говоря, вид сейчас я освобожу. И еще разочек покажу вам вот здесь на превью. Мне не очень нравится. Мне кажется, что выглядят как-то вот эти крестики. Немножко так, чуть ли не как узелки. Очень-очень плотненькие такие. Как-то мне кажется, что у меня получается лучше. Но, то есть ниточка не сдавлена. Она никак не перекручена. Все очень ровно, спокойно расправлено. Особенно, еще раз скажу, это хорошо видно вот на этих гладевых стежках. Но, да, она лежит, конечно, ровно, хорошо. Ничто ее как бы не беспокоит. Но при этом плотность, понятное дело, меньше. То есть ниточки не очень плотно привлекают друг к другу. И меня это немножко пугало. В том плане, что вот здесь вот, когда я нитки обрезаю, тут же хвостики остаются. Как-то я так переживала, что не будет хватать вот этой плотности, которая есть. Но нет, все вроде бы держится. Ничто никуда не вываливается, не вытаскивается. Более того, я как-то думала, что я сейчас ниточки обрежу, пинцет возьму и вот так вот тринь-тринь-тринь все это повыдергиваю. Ничего подобного. Ниточки переплетены между собой очень плотно. Мне буквально вот каждую вот так вот иголочкой я подцепляла, подцепляла. Каждую ниточку приходилось достаточно долго вытягивать. Немножко у меня еще остались хвостики. Мне кажется, вот с этой стороны это хорошо видно. Вот здесь с краю. Хотя я старалась, конечно, близко обрезать, но тем не менее, вот эти хвостики еще нужно будет попрятать. Ну и, конечно, я сейчас буду выполнять стежок, как он называется, Serpentin Stitch. Я не знаю, честно говоря, какая есть альтернатива на русском, но диаграмма для него есть. В схеме все вроде бы понятно. Так что сейчас этот стежок, он вот так будет попарно стягивать вот эти вертикальные оставшиеся нити основы и получится в итоге такой вот зигзаг красивый. Ниточку я вот здесь оставила, естественно, ее обрезать не стала. Тоже все выполняется этой же ниткой, перле восьмерка. Вот, ну так что первый этап такой самый страшный преодолен. С остальной должно быть достаточно легко и просто. И да, мне очень нравится, как смотрится цвет икрю на 101 цвете основы. По-моему, здорово. Вполне-вполне. Вот, ну что ж, я продвигаюсь дальше. Не знаю, где-нибудь, наверное, на половинке, ну, приблизительно на половине работы я еще раз включусь. Посмотрим с вами, как дело будет продвигаться. Завершился первый вышивальный день для этого процесса. Причем он завершился только что, вот буквально на часах полночь. И посмотрите, у меня готово все, кроме бисера. Да, я выполнила абсолютно все стежки. Вот здесь осталось место для трех объемных цветочков. Одна бисеринка посерединке и несколько бисеринок вот в этом ряду. С одной стороны, конечно же, осталось очень-очень немного. И у меня была мысль доделать это все сегодня. Знаете, получится тогда вообще одним днем и старт и финиш. Но я понимаю, что действительно устала. К тому же я не очень уверена в цветочках. Не боюсь, что с первого раза они у меня могут не получиться. Так что решила не пороть горячку. Отложу уже все до завтра. Ну, а вам просто решила похвалиться тем фактом, что быстро все за один день успело. Я имею в виду все стежки успело вышить. Они, конечно, очень здесь красивые. Есть на что посмотреть. Я рада тому, как получилось вот здесь. Вот этот элемент получился с мережкой. Все очень-очень здорово. Но, конечно же, завтра при хорошем освещении еще раз все посмотрим. Все подробно расскажу и покажу. Середина второго дня работы над этим процессом. И я готова продемонстрировать вам уже полностью готовую работу. Пришила бисер я утром сегодня достаточно быстро. Вопреки опасениям моим никаких проблем цветочки не вызвали. Давайте покажу вам их немножко поближе. Единственное, в чем я немножко изменила схему, это я сделала по 6 лепесточков. Ну, как-то 5 показалось мне немножко жиденько. Я думаю, это из-за того, что у меня увеличен каунт. И как-то 5 лепесточков не очень смотрелось. Поэтому я решила сделать 6. Сначала пробовала лепесточек сделать сам чуть побольше. Здесь он делается из 12 бисеринок. Я попробовала увеличить количество, но не понравился. Не понравился результат, так что вернулась обратно к 12 бисеринкам. Но вот просто количество увеличила. Все остальное делала по ключу. Ну, давайте, наверное, сверху вниз. Вышивается практически весь сэмплер восьмым номером перле. В 12-м выполняются лажирские глазки. И с обычной ниточкой мулине выполняется вот этот ряд, где буква и цифра. Все остальное это восьмерка. Очень хорошо получился вот этот ряд с мережкой. Единственное, вы видите, немножко такие волнистые сами нити основы. Действительно, из-за очень плотного переплетения они вот пока такие и остались. Мне не удалось ничего с ними сделать. Хотя я пыталась. Я, естественно, утюжила работу. Я пыталась отпарить их паром. Но вот пока то, что есть, не знаю. Но, может быть, это тоже можно принять за какую-то изюминку этой работы. Еще один ряд с такими красивыми. На дырочке я немножко расширяла толстой иглой. Но как-то, чтобы так более ажурно все смотрелось. Цветочки. Да, цветочки, конечно, потрясающе красивые. Ну и вот этот нижний элемент мне тоже очень нравится. Называется он двойной бэкстич. Мне он напоминает корзинку плетеную. Вот. Очень-очень красиво все получилось. Правда, я в восторге. У меня уже есть ткань, которая мне понадобится для оформления этой работы. Буквально сегодня получила посылку. Но пока в связи с карантином не могу заполучить рамку. Не могу пока выбрать то, что есть из наличия. До багетки, естественно, не дойти. Поэтому пока не знаю. Я подумаю еще немножко над оформлением. Но в любом случае, в рамках моих апрельских стартов этот процесс уже завершен. Очень им довольна. Получила огромное удовольствие от самой работы. Получаю не меньше удовольствия от того, как выглядит процесс. Очень рада, что все мои замены материалов, ну, собственно, замена основы, что все прошло хорошо. Получился именно тот результат, на который я рассчитывала. Ну, и хотелось бы, да, конечно же, хотелось бы все-таки в этом году, возможно, весной успеть работу оформить. Но это в любом случае будет уже отдельное видео. Да, еще, наверное, по поводу бисера. Пришивала ниточкой Титан 110. Где-то требовалось пришивать в две нити, где-то в одну. Но я все шила в одну, никаких проблем с этим не увидела. Наверное, это все, что я могу вам сказать по поводу этой работы. Еще раз скажу, что она мне безумно понравилась. И в процессе отшивы, конечно же, очень приятно, когда старт, он уже тут же сразу и финиш, мне кажется. Настолько быстрых процессов у меня еще не было. Ну, и также надеюсь, что вам было интересно за ним наблюдать. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Будем ждать следующего видео и моего третьего апрельского старта. Пока!